Политика двойных стандартов, правозащитная организация Transparency International продолжает закрывать глаза на преступления, совершаемые в Армении. Структура своих отчетов приводит несоответствующие действительности данные и умалчивает о многочисленных фактах нарушения прав человека в Армянской Республике. На этот раз Transparency International пытается приписать армянскому руководству успехи в борьбе с коррупцией. При этом самой организации подчеркивают, что в 2021 году обещанная антикоррупционная и судебная реформа Никола Пашиняна были остановлены. Дела со взяточничеством в Армении обстоят намного хуже, чем это представлено в международных рейтингах, подчеркивают армянские эксперты. Я всегда бороться против коррупционной деятельности в Армении. Конечно, в первую очередь речь идет о Серже, Сарксяне и других представителях карабахского клана. Самый коррумпированный орган Армении на сегодняшний день – это мэрия Еревана. Как говорил Роберт Кочарян, мэрия является источником денег. Думаю, 90% случаев коррупции происходят в столице, и все незаконные действия координирует мэрия. Это банда. Ситуация в Ереване остается плачевной именно по этой причине. Коррупция в Армении наиболее ярко проявляется в полиции, системе государственных закупок и организации тендеров. В СМИ также публикуется материал о коррупционных скандалах вокруг представителей власти. Армянские эксперты жалуются на то, что органы внутренних дел за определенную плату прикрывают незаконную деятельность. Коррупция в стране процветает. Будьте уверены, до смены правительства в 2018 году этими процессами руководила одна группа людей. Коротко говоря, Серж Сарксян и его команда решали, кого можно грабить, а кого нельзя. Сегодня же коррупция стала в прямом смысле слова неуправляемой. Именно коррупция довела Армению до плачевного состояния. Нынешняя власть также не может справиться с этим. Миллионы из государственной казны воруют, грабители не наказаны и продолжают воровать. Волну недовольства вызвала и свадьба министра обороны Армении Сурена Папекяна. Такие пышные торжества не могут позволить себе даже олигархи, заявила в армянском парламенте депутат Арегнас Манухян. Она подчеркнула, что сверхдорогая свадьба не соответствует задекларированным доходам главы оборонного ведомства. Эта свадьба пахнет коррупционными рисками, о которых почему-то молчат активисты, получающие финансирование с запада. Как Папекян мог позволить себе такую свадьбу? Откуда такие деньги? Почему об этом молчат наши активисты? Кандидат на должность защитника прав человека в Армении не проронит об этом ни слова. Она также дала уклончивые ответы на заданные мной вопросы о развлечениях, которым предавались на острове Меконос. Сидящий здесь председатель парламента Ален Симонян. Почему они боятся ответить на вопросы о тендерах на асфальтирование, которые странным образом выигрывает компания брата Алена Симоняна? Почему все молчат? Коррупционный скандал разгорается и вокруг экс-президента Армении Армена Сархисяна, который подал в отставку несколько дней назад. Кроме того, политика обвиняет в фальсификации документов. Спецслужбы этой страны приступили к проверке информации о наличии у бывшего президента иностранного гражданства.